Позаботиться о своем будущем заранее. Студенты и ординаторы ТГМУ смогли получить ответы на интересующие их вопросы о работе и вариантах трудоустройства в медицинские организации Приморского края, а также найти работу. Ярмарка вакансий в этот раз собрала более 50 медицинских учреждений не только Приморья, но и других регионов Дальнего Востока. Представители медицинских организаций из Владивостока, Уссурийска, а также Сахалина и Камчатки уже точно знали, какие специалисты им нужны. Я сегодня ищу лор-врачей и педиатров. Один лор-врач у меня уже был, это наш целевик, который мы уже обучаем второй год. Сейчас подходит буква «П», сейчас будет педиатрия. Надеюсь, может кто-нибудь найду. Поскольку направленность нашего учреждения это в основном оказание детской специализированной помощи, поэтому я сегодня пришел сюда в надежде найти детского кардиолога, причем мужчину. По большому счету у нас все остальные специалисты есть, хотя тоже нуждаемся, так сказать, и в андрологах детских, и в офтальмологах, и неврологи необходимы. Большинство студентов и ординаторов уже определились с выбором города и места будущей работы. Екатерина обучается по специальности психиатрия второй год. Уже сейчас она точно знает, где будет работать. Я хочу уехать в город Спасдальний, в психиатрическую больницу, и там продолжить работу после окончания вуза. Ну, мы там уезжаем, потому что у меня там муж, и, естественно, семья там, поэтому друзья, кто куда, по Приморскому краю, кто-то вообще уезжает в другие регионы. Ну, у кого-то тоже семейные обстоятельства, там, какие-то условия лучшего проживания и так далее. Ну, заработная плата, конечно. Отметим, что ситуация с финансированием и обеспечением кадрами в сфере здравоохранения Приморья напряженная, и поэтому стала одной из первых, которую взял на контроль глава региона с момента начала своей работы в крае. Олег Кожемяка уже успел добиться от Федерального центра финансирования почти на 2 миллиарда рублей в счет погашения долгов медицинских учреждений. Сегодня, по его словам, в крае уже разработан комплекс мер, которые позволят привлечь специалистов в систему первичного звена. Это подъемные, компенсации услуг ЖКХ, доплата за аренду квартиры порядка 20 тысяч рублей, доплата к окладу. С теми начинаниями, которые сегодня предлагает Олег Николаевич Кожемяка, я уже 38 лет главный врач, это впервые такая ситуация, когда мотивация студентов, а потом в будущем врачей идет и зиждется на экономических проблемах, то есть те социальные вопросы, которые сегодня любого молодого человека интересуют. В ходе ярмарки студенты и ординаторы смогли узнать о том, какие льготы, социальные и компенсационные выплаты предусмотрены администрацией Приморья для тех, кто придет на службу в региональное здравоохранение. Многие заключали договор сразу на месте, а кто-то в очередной раз убеждался в правильности своего выбора. Для меня эта ярмарка закончилась совершенно неожиданно, потому что я думала, что я пойду в ординатуру, но все так получилось, что в итоге я иду работать. Я буду работать во Владивостоке, в больнице, у которой есть и госпитальное поликлиническое отделение, соответственно, у меня есть выбор. Заключил договор со Спаско-городской поликлиникой, там буду проходить сейчас производственную практику, а в будущем там буду проходить, ну, работать. Ежегодно в медицинские учреждения устраиваются выпускники ТГМУ. Однако это, по словам специалистов, не покрывает существующий дефицит кадров в сфере здравоохранения. В настоящее время в медучреждениях края требуется более тысячи врачей разных направлений. Надежды на решение данной проблемы возлагают на закон о мерах социальной поддержки для некоторых категорий граждан. Так, ежемесячно молодым специалистам будут выплачиваться 10 тысяч рублей до получения ими пятилетнего стажа. В северных районах данная выплата будет составлять 20 тысяч рублей. Также предусмотрена единовременная выплата, сумма которой будет устанавливаться в зависимости от территории, куда прибывает молодой специалист. Она будет варьироваться от 500 до 750 тысяч рублей. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.